Здравствуйте! С вами Сергей Дичковский и в эфире программа «Забытые вещи». Невероятные истории предметов, имевших необыкновенную популярность в жизни каждого. Истории предметов, без которых люди когда-то не представляли себе своего существования, но со временем ставших совершенно забытыми. Главный герой нашей сегодняшней программы – предмет, который стал настоящим национальным символом. Ближе всего он был знаком крестьянам, но даже императоры не стыдились учиться их изготавливать. И именно благодаря ему Красная Армия смогла победить хорошо подготовленного и экипированного противника. Уже поняли, о чем идет речь? Нет? Ну как же так? Ведь это всем известные лапти. Дешево, практично и удобно. Примерно таким слоганом руководствовался создатель лаптей – обуви из древесной коры. Их круглый год носило все крестьянское население России. А поскольку Россия и была в основном страной земледельческой, то и стала она Россией лапотной. Лапти плели из многих пород дерева – липы, березы, вяза и даже дуба. Но в топе продаж всегда были именно липовые. А самыми плохими считались ивовые и мочальные лапти. Их носила только самая отпетая деревенская беднота. Для изготовления одного лаптя требуется семь полос коры, каждая по два метра. Ширина одной полосы, она называется лыка, примерно равна длине большого пальца мужчины. Для плетения требовались безупречно ровные полосы, которые снимались со взрослых высоких лип. Судьбе дерева, кстати, не позавидуешь. После сбора коры оно стояло голое, ободранное и жалкое. Именно оттуда пошла поговорка ободрать как липку. То есть забрать все. Подчистую. Сколько же требовалось бересты и лыка, чтобы столетиями обувать целый народ? Обычно в неделю мужик изнашивал до двух пар лаптей. Следовательно, для его обеспечения обувью губилось примерно шесть деревьев. Простые подсчеты показывают. Если бы наши предки усердно рубили деревья ради коры, березняки и липовые леса исчезли бы еще в доисторическую эпоху. Однако этого не произошло. Почему? Секрет в трепетном отношении к природе. Каждое дерево обдиралось не чаще, чем раз в пять лет. И за это время успевало восстановить силы. И только оно приходило в себя, являлся крестьянин с ножом, который назывался пырком, и обдирал его заново. Так и жили. Первое историческое упоминание лаптей в повести временных лет, а это как-никак 12 век. А использовались они в быту и того раньше. Крючки, используемые для плетения лаптей, так называемые качедоки, археологи находят и на нелитических стоянках. То есть умение плести лапти возникло одновременно со скотоводством и оросительным земледелием. Биркенбейкеры, знаменитые участники гражданских войн между норвежскими викингами, тоже носили лапти. Откуда я это знаю? Из словаря норвежского языка. Дословно, биркенбейкеры переводятся как «люди с ногами из березы». То есть, проще говоря, те же самые лапотники, только скандинавские. И да, археологи подтверждают, грозные викинги тоже не брезговали лаптями. И не только викинги увлекались лаптями. Знакомьтесь, японские варадзи, сандалии, сплетенные из рисовой соломы. Делались специально, чтобы ходить после дождя и не пачкать повседневную обувь. Североамериканские индейцы тоже не отставали. И даже австралийские аборигены делали что-то подобное. То есть, было время, когда лапти находились на самом острие моды. Времена, когда лапти были сверхпопулярны в далеком прошлом. А что о них знают наши дети? Спросим об этом наших маленьких экспертов. Ну, это такие маленькие ботиночки. Это чтоб ходить. Я считаю, что это лапти. Ну, лапти. Такие красивые. Ну, например, если у человека ноги какие-нибудь такие кривые, ну, на пятке они такие, вот такие, вот такие. Сушили стебельки, там, пшеница, предположим, и вот заплетали вот так вот. Какой-то специальный. Это лапти. Раньше у бедных граждан не хватало денег, они сами вязали. Такие вот лапти. Чтоб людям, у которых нет денег, они могут сделать сами. Жить. Такие сделать. Без словом. Если человек был, хватало, человек хватало на сапоги, он покупал себе сапоги, которые он носил, пока они там не сдерутся или... Ну, можно и по дому, когда, например, зима. Нет, не зима, а лето. Или можно просто по зиму. Осень. Да, осень. На осень уходишь, и все хорошо. Как видим, некоторых маленьких экспертов самая популярная обувь прошлого просто поставила в тупик. А ведь всего каких-то сто лет назад плести лапти умели в каждой крестьянской семье. Наиболее известные мастера-лапотники жили в селах северных русских губерний. В Костромской, Ярославской, Вологодской, Владимирской. Именно там был центр лапотной моды. Объемы заготовленной коры считались в вазах. Один ввоз лыка — это 40 пучков коры по 50 полос в каждом. Из одного ввоза получалось 300 пар лаптей. Скорость плетения зависела от мастерства обувщика — от двух до десяти пар в день. Экономическая выгода лаптей очевидна. Кожаная обувь ценилась недешево. В 19 веке пару хороших лыковых лаптей можно было купить за 3 копейки, тогда как самые грубые крестьянские сапоги стоили 5-6 рублей. Для крестьянина земледельца это большие деньги. Чтобы собрать их, нужно было продать четверть ржи. А это — 210 литров сыпучего зерна. К сожалению, у лапти обувь недолговечная. Дерево же. Зимой мужик носил одни лапти не более десяти дней, а летом в рабочую пору стаптывал их в четыре дня. Поэтому и плели их, не похладая руки. Редко в какой крестьянской семье не умели вязать лапки. И не только в крестьянской. То ли из соображений патриотизма, то ли просто от обилия свободного времени практиковались в плетении лаптей и в императорских дворцах. В запасниках Эрмитажа до сих пор хранится пара лаптей, сплетенных лично Петром Первым. Дочери последнего российского монарха Николая Второго тоже увлекались этим древним искусством. И сплели не одну пару лаптей. Правда, сами они навряд ли их носили хоть раз в жизни. Все лапти на одно лицо? Но это, мягко говоря, не так. Их разнообразие не меньше, чем в современных коллекциях итальянских обувщиков. Лапти на любой размер, фасон и вкус. И даже на разные погодные условия. Нередко лапти назывались по числу лыковых полос, использованных в плетении. Пятерик, шестерик, семерик. В семь лык обычно плели зимние лапти. Для прочности, тепла и красоты лапти проплетали вторично. Для чего применяли пеньковые веревки. С этой же целью иногда пришивали кожаную подметку. Но это уже вариант люкс. Чаще всего обходились без него. Были и праздничные модели на выход. Их делали из тонкого модного лыка, в которое вплетали кристаллы Сваровски. Нет, конечно, не кристаллы, а всего лишь черную шерстяную тесьму. И с ней лапти смотрелись нарядно. Ну, или в это верил хозяин модных лаптей. В разных регионах разная мода. Потому как сплетены лапти, можно сказать, где их изготовили. Например, в центральной России использовали косое плетение. А в Белоруссии и Украине предпочитали прямую решетку. В западных областях лапоть начинали плести с носка. А в России с задника. И даже тогда модники уже начали капризничать и требовать эксклюзивных моделей. Вот это, скажем, лапоть московский. С круглым носком и высокими бортами. А вот это, видите, такой остроносый. Новогородского стиля. Лапти оставили свой след не только в обувной индустрии, но и в фольклоре. Может помните, при описании леших и прочей лесной нечисти сказители особое внимание обращали на то, что их обувь пускает корни в землю. Оказывается, это не порождение бурной фантазии, а всего лишь наблюдательность. Самые дешевые лапти делались из измочальных корней, которые иногда сохраняли жизнеспособность и вполне могли прорасти в землю, если их оставить где-нибудь на открытой почве на пару-тройку дней. Действительно, еще в начале 20 века не было обуви популярнее. В одном лист 1909 году в Лыковые лапти были обуты более 25 миллионов русских крестьян. В том же году, как свидетельствуют статистические данные, было изготовлено около 500 миллионов пар лаптей, то есть было ободрано почти полтора миллиарда молодых липовых деревьев. Вот такие объемы. И это в то время, когда по морям плавают подводные лодки, в эфир летят первые радиосигналы, а метро стало обычным городским транспортом. То что начало века. Еще во времена гражданской войны лапти — официальная форменная обувь Красной Армии. Их заготовкой занимался специальный правительственный орган, деятельность которого курировали лично Троцкий и Ленин. Назывался этот орган «Чеквалаб», что расшифровывается как «Чрезвычайная комиссия по валенкам и лаптям». И вот такое полуголодное, обутое в лапти войско, смогло противостоять блестяще подготовленным частям белогвардейской армии и даже одержать убедительную победу. В чем сила, брат? В лаптях! Сегодня лапти не носит почти никто, но увидеть их в продаже можно. Где-нибудь в сувенирных лавках, рассчитанных в первую очередь на наивных и падких на экзотику иностранцев. Но буквально в последний год-два лапти начали повторное наступление на наши ноги. Их пропагандируют и продвигают в качестве идеальной домашней обуви. Дескать, легкая и дешевая и полезная. Дело в том, что кора липы содержит активные ферменты, которые могут бороться с различными заболеваниями кожи. Возможно, все это всего лишь маркетинговые уловки, а может быть, в этом есть резон. Проще всего прикупить себе пару лаптей и проверить на практике. Не зря же их носили тысячу лет и не жаловались. Плетение из коры не ограничивалось только обувью. Лукошки, туески, берестяные короба – все это и не думало уходить из нашего обихода. Единственное отличие от прошлых времен – дерево стало дороже, поэтому такие вот изделия превратились скорее в предметы интерьера, а не остались в повседневной жизни. Лапти и высокие технологии. Казалось бы, что может быть общего? Но это только на первый взгляд. Удивительно, но при работе с полимерными материалами используются ровно те же самые технологии, что и при плетении лаптей. Например, защитный кожух ракеты-носителя «Энергия», той самой, которая выводила в космос корабль многоразового использования «Буран», рассчитан на выдерживание высоких температур и запредельных показателей давления. А вот сплетен он точно так же, как и московские лапти 18 века – с косой решеткой. Именно такая конструкция наиболее выигрышна с точки зрения технологий. Так что никуда лапти из нашей жизни не делись. Пусть мы их и не носим каждый день, но эта немудреная обувь оставила мощный след. Во всем. От пословицы поговорок до современных научных разработок. На сегодня все. Совсем скоро продолжим разговор о забытых вещах и узнаем много нового, вспомнив старое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова